всем привет я надеюсь ой девочка идет такой курточка как я купила тема и я бы так ходить теперь у нас сегодня дождь такая погода не очень не получше про дача я очень устала пришла домой думаю надо поесть потому что как-то нужно начала плохо становиться ну потому что целый день не ела и работала такое поела супа села яичко мне так как-то сразу полегче стало может у меня тоже уже начал подыматься ацетон и уже она начала как-то влиять на состояние на уровень сахара в крови в общем тут уж у нас дождь встретили соседа с этого с нашего дома на арте подвести ты нормальная это нервы всего нормально души самое страшное где-то походу свой зонтик потерла не знаю это мой старый у меня же другой был такой цветастый он вся куртка мокрая прошу хоть водонепроницаемая эта куртка пока новости мои едут слава богу мама отписалась что они едут ничего не созванивались не списывались еще ничего не знаю воскресенье по сей раз я видела что она типа была в сети потому что я там с периодичностью с какой-то прислала сообщение и она мне не отвечала просто я видела что когда она там была вот они слава богу едут слава богу чуть позже когда едут там минуточка обустроиться дома нам или напишут или созвонимся на созвонимся вряд ли пошли на работу ехать что 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 привет привет тебе не буду тебя гладить что шуба мокрая не буду гладить не буду что тебе зонтик мой отдать подбеги домой что не трись иди домой беги беги шубу свою суши дома давай давай скачи и тебе привет да да так что я надеюсь уже там или хотя бы может она диктует парусом голосовых сообщений шутя была немножко в курсе что там да как но слава богу слава богу отписалась тому волонтеру написала что еще раз там спасибо вам там траляля мои собирались наконец-то едут и поэтому они не были готовы тогда когда вы готовы были их вывозить не знаю ничего меня нет это собственно ничего и не жду что мне что ответили слава богу слава богу хотя бы что выехали потому что пути что хотела вам вчера рассказать и забыла ой зонтик сдувает сейчас приду на поищу своде его свой дело тут зонтик куда его засуну уже пенсия то скрипит то репет то колит то что-то отваливается жду паспорт понимаю что время лететь у меня какой бы не выбрала все такое единственное хотя бы можно как-то чуть-чуть подугадать цену билета вот так пара года не особо удачная уже для полета то чего я и боялась в калгаре снег я думаю что скоро и у нас будет снег зима хотя у нас с 16 обещают 14 там 11 в общем без нам я сегодня 6 часов работа на 1045 мне же хотела вам сказать ну что не важно наверное что-то ладно неважно что-то кстати что там про справку несудимости уже прошло 16 числа надо будет у сергей спросите как я забыла мне ничего не говорил даже раз уже была быть у них хотя бы ответ какой-то да да нет нет про эту справку читала чат вчера по этим баллам последний бал балл 840 ну короче очень высокий и даже при этом он был не чистый он был зуб условия у вас должно быть образование манитобе после школьные ну то есть даже тех кого ребят у кого там 850 баллов и выше у кого хорошие баллы они не проходят потому что это не чистая выборка чистая выборка была в июне тоже обсуждали вот этот вот программу которую должны или не должны сделать для тира 45 и все как бы тоже ждут посмотреть что там будет потому что многие ехали в манитобу именно для того чтобы иметь возможность получить пиар у кого не очень большие шансы ну а тех кто думал или не думал тех кто сидели там других провинциях и тоже решили что нужен пиар тоже ехали стопа шоу других провинциях в принципе сложнее получить было сейчас уже и манитоба такая что я уже знаете я читала вчера чат читала чатом у меня скопилось 2000 сообщений я их не пролистываю читаю там от 11 октября в общем почитываю я уже так знаете наверное морально готовлюсь к тому что вот я допустим в марте у меня получится сделать нам всем еще work permit и там visitor record на три года ну что отсидим здесь три года и не знаю паковать чемодан и ехать куда-то дальше потому что что-то я так уже не уверена что у нас получится потому что я хочу здесь остаться мне нравится но с теми выборками вообще с теми условиями миграции которые есть сейчас но я выше образование точно здесь не получу как так же как и сергей это очень дорого и очень долго настолько времени нет у нас нет возможности ну как принципе практически всех украинцев которые сюда приехали получать здесь образование я же говорю это даже дело не в баллах что у нас там допустим низкий бал а у людей высокий тут просто дополнительные условия если они не изменят миграционную какую-то политику то очень многие поедут домой конечно классно у нас знакомы проскочили 6 60 с вами пом 90 баллами без высшую образование и они уже на федеральном этапе а мы мы не успели податься мы не в проскочили в последнюю выборку для украинцев но потом пошло вот такое вот что непонятно непонятно как там будут отборы ну в общем я не знаю чего ждать пока пока сидим еще время есть даже говорю как бы времени так уж и много с учетом того как вообще отбирают людей и сколько номинаций выдали и сколько код осталось выбирают тех кто здесь окончил образование это по новой политике иммиграционной что как-то очень много приехала иммигрантов и это не про украинцев и вообще очень много приехала сюда людей и вроде как канада не вытягивает и как-то хотят менять политику то есть что с тобой будет дальше это твои проблемы ладно я пойду собираться на работу вы берегите себя потом расскажу что там мои пока пока добрый вечер всем как вы я нормально сегодня отработала сегодня у меня уже было нормально я так вроде как голос у меня такой еще трошки странный как вы слышите но в принципе все нормально обед у нас был как и вчера мы делали развозили покушать в каждую комнату но ужин уже был у нас в зале все были очень рады и счастливы но нормально у меня была не сложная зона все в порядке мои добрались слава богу добрались и будем уже завтра списываться созваниваться делиться впечатлениями но слава богу они уже на месте будут там дальше определяться что как где они делают хорошо боже мой темнота какая я завтра работаю 8 часов и потом опять выходная слава богу как есть за работу за все в общем все нормально холодно у нас 6 градусов руки мерзнут крышкой дождя нет на том спасибо в общем я как всегда вам снимаю ночь меня не видно ну хоть слышно в общем вы берегите себя увидимся с вами завтра мирного вам неба люблю целого обнимаю пока пока